Всем привет, ребята! У нас сегодня особый гость Дамир, наш выпускник. Решил не оставаться инкогнито. Дамир, давай пару слов, какими судьбами ты приехал, как давно. То, что ты не хочешь говорить, или ты считаешь, слишком переходит какие-то границы, то ты так и говори. Мы этот вопрос будем пропускать. Все, понял. Так, прилетел я где-то два с половиной года назад. Первые, наверное, полгода, ну я там документами бегал, то все, соответственно, работал, работал в разных местах, и в магазине работал, и на парковке работал, и велосипеды на прокат давал. Как бы все это было. Но где-то в конце, или нет, в начале двадцать первого года. Я прям представляю, Дамир, я прям представляю, как ты берешь прокатные велосипеды и грузишь какой-то грузовик, и уносишь все вдаль. Все было, все было. И я ездил, и доставлял эти велосипеды, и забирал эти велосипеды. Даже было такое, что они на пляж берут, и там у них ломается, ты едешь, даешь им новый велосипед, забираешь старый велосипед, пешком добираешься. Ну, короче, много всего. И где-то в конце, даже нет, в начале двадцать первого года, я вот наткнулся на, я написал курсы по программированию. Вот, пас, да, и пошло-поехало. Ну, не знаю, мне как бы останавливаться, или я могу как бы продолжать, говори как одна история. Говори, 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 да, лезь. Я где-то, по-моему, проучился два месяца, потом, ну, у меня было так, знаете, перерывами, то есть я учился, переставал, учился в силу работы, в силу того, что я ни разу не было такого, что я там не работал, и только учился. Я всегда работал, как бы, нужна была какая-то вот, какая-то финансовая поддержка, а потом, в какой-то момент я вообще забросил, на месяца два-три я забросил, потом опять я, по-моему, получился, и, да, так, и где-то через год я получил свой офер. Ну, как, даже меньше, чем через год, где-то там, семь-восемь месяцев примерно, плюс-минус. Давай к этому моменту подойдем, разберем каждую часть. Да, конечно. Ты учился сколько месяцев суммарно, и сколько времени в день? Я учился так, вот прям основательная моя учеба началась, я бы сказал бы, в мае 21-го года, в мае 21-го года, и я учился, я старался в день минимум часа три точно уделять учебе. Вот, мне кажется, мне очень сильно помогло, не знаю, сейчас вы так делаете или не делаете, но помню, когда, наша группа была, кстати, специально какая-то special, потому что мы начали писать на реакте, ну, на TypeScript'е мы начали делать все. А, это я помню. Да, да, это была такая вот эксперимент-группа, насколько я помню, это было еще в начале 21-го года, ну, поначалу было тяжело, но вообще сейчас я осознаю, что это, типа, было очень круто, что, ну, я вообще, ну, я рад, что у нас такое было, потому что с того момента я, ну, как я начал вообще дальше TypeScript изучать, я просто влюбился, и, не знаю, мне нравится. Ну, да, я, я, в принципе, в принципе, да, в день часа три точно я старался уделять. Ну, бывали дни, когда я вообще не учился, бывали дни, когда я там, ну, в основном, если мы возьмем какой-то average, да, это было где-то в среднем три часа в день. Думаешь, вот если рекомендовать, то три часа это много, мало, как-то нормально? Опять же, я думаю, что зависит от того, какой человек, потому что каждый человек схватывает по-разному, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше, в зависимости, наверное, это не потому, что вот он умный или глупый, да, это просто так его мозг устроен, то, что, допустим, кому-то что-то дается очень легко, кому-то немного тяжелее, кому-то вообще не дается. Ну, я думаю, что это оптимально, я бы даже с удовольствием учился больше, у меня были дни, когда я и по пять, и по шесть часов я уделял, и, опять же, наверное, я думаю, тоже нельзя как-то себя прям заставлять, вот, ну, вот, не идет тебе, но ты заставляешь, при этом, мне кажется, от этого тебе не изойдет. Да, тоже. А почему ты решил пойти на фронт-энд? Да, на тот момент я даже не знал, что такое фронт-энд, я, как бы, не понимал, что это фронт-энд, бэк-энд, ну, я, я такой, думаю, ну, JavaScript, да, легкий, ну, у меня был всегда выбор между Python и JavaScript, потому что это такие вот легкие языки программирования, как бы, все понятно, у меня было даже время, во время университета я немного для себя изучал C++, я даже калькулятор, я помню, на нем писал, но сейчас вообще ничего не вспомню, и вот начал изучать JavaScript, потом мне сказали, что есть вот такой фреймворк, называется React, и вот там дальше вы уже начали говорить, что такое фронт-энд, что такое бэк-энд, и... Ну да, да, было такое, я помню эту группу, с которой мы решили это проэкспериментировать, это был, ну, это был неоднозначный эксперимент, потому что я потом больше с TypeScript мы не начинали. Ну да, это тяжело, на самом деле это тяжело, да, я так, я сразу скажу, что начинать TypeScript, да, было очень тяжело. Так, а то есть сколько месяцев у тебя ушло суммарно, вот от того, как ты начал, до оффера? Ну, смотрите, вообще моя учеба, да, суммарная учеба, ну, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, нет, даже меньше так, ну, в районе 10 месяцев, 10 месяцев где-то. Ага, ну да, нормально, хороший, хороший срок. А кто тебя вдохновил учиться? Ну, имею в виду, у тебя были какие-то люди? Да, мое положение. Положение? Да, это, наверное, сильнейший мотиватор, то, что, ну, ты знаешь, что ты, на самом деле, ты стоишь большего, ну, ты понимаешь, что у тебя, ну, я всегда для себя, ну, видел так, что, допустим, в Америке, я всегда думаю, что, когда у меня кто-то хочет, говорит, блин, хочу в Америке, в Америку что-то посоветую, я всегда говорю, ты должен иметь какой-то скилл, в Америке без скилла ты можешь, ну, так же, как и все, там, и в магазине работать, и вот, ну, а вот если у тебя есть скилл какой-то, за это ты, ну, за это тебя будут ценить, поэтому я думаю, что в Америке очень обязательно, это любой скилл, это может, там, не знаю, ты можешь быть нереальным маляром, нереальным каким-то механиком, но, или там, вот. Даже в среднем, даже в среднем, даже в среднем уже хорошо, даже если, какой скилл, даже если ты отвечаешь на телефон на входящие звонки, не теряешься, это мега скилл поможет, поможет устроиться, просто очень, я удивлен, я серьезно говорю, я удивлен, вот даже, ну, даже не нашим соответственникам, и даже вот местным ребятам, насколько они безответственны, то есть вот, если у вас есть какой-то небольшой навык и ответственность, то вы себя очень хорошо реализуете, не обязательно должно быть даже программирование, тестирование, то есть любой, просто есть люди, которые приезжают, ну, они строители, всю жизнь строители, им это нравится, то есть, мне нравится работать руками, там, допустим, какие-то плиточники, какие-нибудь там, укладчики паркета, маляры, как ты сказал, там, садтехники, электрики, ну, это, ну, правда, вот, на сантехниках электрика, на электрика нужно учиться, там нужно лицензию получать, на этого, те, кто занимается установкой кондиционеров, там тоже нужна лицензия, на пламберов, которые занимаются сантехникой, там тоже нужна лицензия, насколько я знаю, а вот на программистов, тестировщиков лицензия не нужна, так-то. А я смотрю, у тебя есть опыт, да? Нет, у меня есть, у меня есть, да, я тут просто делаю ремонт, и как раз, вот, знаешь, когда я ищу людей, кто мне что-то помог бы, там, электрику какую-то там исправить, там, провести какую-то трубу, там, или, там, ее заменить, это, я столкнулся с таким, ну, именно вот с такой реальностью, и даже вот наши соотечественники тоже, есть какие-то толковые ребята, есть бестолковые, ну, везде, но самый вот важный навык, это ответственность, ответственность и, ну, честность, наверное, честность, потому что репутация, она, она как-то не стирается, вот, вариант там кого-то кинуть, это последний, в общем, последнее решение в карьере, я думаю, для профессионала таких. Да, ну, давай, давай, вернемся, потому что люди ждут, ждут этих увлекательных историй, драму. О, их было много. Спрашивают, вопрос молодому человеку, как долго вы шли к программированию? То есть, ты сразу приехал и сказал, все, я стану программистом, или тебя вдохновляли какие-то? Я, я, я сам вообще родом из Казахстана, я в Казахстане хотел начать еще до приезда сюда в штат, я хотел уже тогда изучать программирование, ну, не знаю, я всю жизнь, в принципе, за компьютером проводил, мне всегда это нравилось, но, как таковых, прям, навыков у меня не было, и никак не получалось меня изучать в Казахстане, там, то группа не соберется, то еще что-то, то там, не знаю, но, когда я сюда прилетел, я уже примерно, уже знал, что да, я буду учиться, то есть, я, наверное, сразу, не знаю. Как только взялся, как только пошел там велосипеды собирать-то, понял, это? Да, это все, все, не могу. Но, мне кажется, мне это, знаете, сильно помогло именно в плане языка, я очень сильно поднатаскался, язык английский поднатаскался сильно. Кстати, вот еще рекомендуют устраиваться, если там первое, вот только вы приехали, пока вы даже ищите работу, рекомендуют устраиваться всякие закусочные, забегаловки, не знаешь, там научат, правда? Втянешься? Как-то вот вариантов, а то вот все варианты, пойду на курсы английского языка. Нет, это такое, не знаю. Наверное, для кого-то это работает, да, наверное, для кого-то работает, но, мне кажется, самый лучший, вот, выходи, блин, и вот, не знаю, у тебя вообще везде. У тебя все в очереди стоят заказывать. Да, 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 вот. Спрашивают еще, спрашивают еще, какие вопросы были на собеседовании? Ну, буду читать уже все подряд. Окей, ну, у меня, смотрите, я проходил очень много собеседований, за время я уже получил три офера. Вообще четыре офера. А ну, подожди, Вадимир, а давай откатимся на секунду. А когда ты начал проходить собеседование, раз ты так уже зашел? Окей, когда я начал проходить собеседование? Через месяцев, после учебы, через месяцев пять, наверное, через месяц пять-шесть. Ты уже умел туда всякие приложения лепить, да, одно к другому? Ну, плюс-минус, да, что-то там я мог там накидать. Ну, тогда я осознал, насколько я плохо во всех этих собеседованиях. Мне кажется, это особый навык. Вот, честно я вам скажу, для меня собеседование – это вообще особый навык. Его просто нужно уметь проходить. Вот. Ну, да, где-то начал, наверное, через пять-шесть месяцев уже после учебы я начал проходить собеседование. Собеседование – это продажа. Нас к этому не готовили. Да. Никто не говорил, что нужно быть. Просто, вот, не знаю, где, где, а ты где работал в Казахстане? Да я нигде не работал в Казахстане. Все было хорошо. Все было хорошо. У меня и сейчас все хорошо такое, да? Нет, у меня, я вообще как, я закончил пять лет в Китае. Я учился пять лет в Китае. Я инженер-геолог. Но у меня, чтобы сразу сейчас всем скажу, у меня не такой склад ума, я там не какой-то там гений, вообще нет. Я вот… Нет, шучу, ладно. Ну, у меня не склад ума, который, знаете, вот там все увидел, сделал. Ой. Что произошло? Ну, слушай, это так люди любят, знаешь, спрашивают. А вот я, допустим, учился на филолога, а смогу ли я? А я учился на биолога, смогу ли я? А я работал там медсестрой, врачом, братом, водителем, а смогу ли я? Все сможете, все сможете. Опять же, наверное, есть какая-то вот каста людей, для которых… Ну, вот программирование – это вот не их, вот не мое и все. Ну, вот я встречал таких людей, вот я вот бывал, что я… У меня вот знакомая есть, она тоже там где-то учится, и она мне присылает задачу по JavaScript, и говорит, вот это как вот решить? Я ей вот показывал, вот буквально вот так решается. И я помню, я ей час объяснял. Это простая, ну, самая простая. Она просто не понимала. И я такой, ну, блин, я не знаю. Вот. А так, да, я скажу, что, наверное, 90% людей, если они возьмутся за проимирование, мне кажется, это… Я считаю, что это своего рода творчество тоже. Потому что, ну, есть такой момент, когда вот бывает такое, вот ты решаешь какую-то задачу, вот не получается его. На следующий день проснулся, ты его буквально за минуту решил. То есть вдохновение пришло. Ну, ты называешь это вдохновением. Может, там мозг, пока ты спал, прорабатывал варианты, это все там укладывалось, сортировалось. Время надо. Оно не может прийти в одном моменте. Ну, лично по себе хочу подтвердить. Я делал тоже несколько попыток конкретной к JavaScript Tube, потому что до этого я работал с другими языками. И оно что-то у меня такое не то. React. А React, когда я учил, когда я только вот втягивался в React, он был не такой развеселый, как сейчас. То есть там он был сильно, сильно сложнее. И оно у меня так сложно. Там какие-то еще ребята просили, говорят, тоже мне объясните. Я смотрю и думаю, блин, ну кто мои там соседи? Как они это все понимают? Наверное, количество попыток играет роль, упертость. И ты вот выделил бы в себе какие качества, которые тебе помогли? Ну, я достаточно трудолюбивый человек, мне кажется. Вот. И амбициозный. У меня большие амбиции, поэтому я вот, не знаю, я такой думаю. Ну, я всегда для себя представляю вот так. Вот Дамир, который сейчас, который ничего не делает, который ничего не учит, которому лень все. И что будет через год? В принципе, все будет так же. Ничего не изменится. И Дамир, который возьмет себя в руки, все немного как-то перечеркнет эту всю свою лень, и два часа уделить там решению какой-то задачи, или там написанию какого-то кода, и что изменится через год? И я такой думаю, ага, через год может много чего измениться, и, по-моему, я выбираю второй вариант. Ну, не знаю, вот такой imagine делаю, ну, воображение. Я представляю такое, ты говоришь, ну, Дамир, давай поговорим серьезно. Да, 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 да. Ну, знаешь, как... Ну, немного. За папу и за маму. Да, знаешь, как будто бы, как будто родители к тебе к нам подошел, говорят, ну, Дамир, давай, ну, тебе уже 7 лет, давай определимся, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Уже пора. Есть такое, есть такое. Вот. Какая-то есть традиция, я не знаю, у кого, ты там был в Китае, не знаю, где-то у кого это было, тоже каких-то народов, по-моему, каких-то кочевых, там, перед ребенком бросали какие-то игрушки, типа... Это у нас. Да? Ну, вот в Казахстане, допустим, назвать салки сер, по-моему, когда вот ребенок только начинает ходить, перед ним ставят, там, книгу, там, допустим, музыкальный инструмент, там, деньги или еще что-то, и вот когда он идет, и что он выберет? И вот то, что он выберет по жизни, вот, вот, это даже не традиция. Ну, как традиция, да. Ну, вот так делают, да, у нас. А, то есть у вас так вот... А что ты выбрал? Ой, я не помню. Деньги, наверное. Я надеюсь, что я выбрал деньги только, да? Да, но деньги в данном случае уже как следствие, получается. Конечно, конечно. Да. Все-таки это не, ну... Я вообще, как бы, думаю, что, в принципе, вот, как раз таки, я, ну, забегать вперед не буду, но так примерно скажу, что, когда я даже выбирал свой, ну, у меня первый оффер появился, там, я вообще не смотрел ни на деньги, ни на что. Самое главное, думаю, самое главное зацепиться, посмотреть. Может, это вообще не мое. Так, хорошо. Ну, мы уже тут подходим к тем вопросам, которые спрашивали. Вопросы на собеседование. Вопросы на собеседование. Вопросы на собеседование. Ой. Они были от абсурдного до самых банальных. Не знаю, там, у меня были, честно скажу, у меня было собеседование, где я просто хотел сквозь землю провалиться, никогда этого человека больше в жизни не видеть, потому что мне было стыдно. Там была, не знаю, какая-то задача, я ее решал, он ее усложнял, я ее решал, он ее усложнял, и в один момент, мне кажется, что это очень простая задача, но я ее не могу решить, не знаю, в силу, там, волнения, в силу, там, других факторов. И я уже просто, не знаю, я покраснел уже. Ну, и были там, не знаю, типа, у меня был такой вопрос, у меня был, допустим, вот у нас там есть 9 копеек, одна копейка является фейковой, как вычислить эту фейку? Да, да, про взвешивание, да, вот такие вопросы были. Типа, самый этот... Ну, мы ее делали как-то на занятии, ты там не был? Я не помню. Ну, ты догадался? Скорее всего, нет. Ну, лучший вариант, я не сказал, нет. Нет, не сказал. Ну, по-моему, что-то... А ты знаешь, но ты потом понял лучший вариант? Ну, конечно, конечно, да. Типа, три отложил, три закинул, и там уже все понятно с нами. Ну, были вопросы... У меня, кстати, вот, место, где я сейчас работаю, да? Я не буду назвать место, где я работаю, но они все это место... Вы люди все это прекрасно знаете. Вот, там у меня было вот так. Мне... Я у меня проходил собеседование с бэкендером. То есть это даже не фронтенщик был, это был бэкендер, который мне говорит. Ну, Данил говорит, так, реакт, да? Говорит, я говорю, да, реакт. Он такой, ага. Ну, сделай что-нибудь, говорит. Я такой, я такой, что именно сделать? Ну, говорит, ну, знаешь что, давай, говорит, вот так. Сделай три квадратика. Как же он сказал? Нет, сделай один квадратик, и нажимай на кнопку, пусть этот квадрат меняет цвета. И я такой, хорошо. Ну, я по себе сделал это задание, я сделал. Он такой, а где ты эти цвета, говорит, написал? Я такой, ну, вот в стилях. А, ага. Ну, такой смотри, такой, ну, котик ты умеешь, говорит. Потом он мне задает вот этот вопрос про копейки. Ну, мы как-то с ним общаемся. Он говорит, все, хорошо. Потом он говорит, у меня есть еще один вопрос. Он мне его говорит, ты запиши, говорит, его. Я записал. Давай завтра созвонимся, и ты мне скажешь, какой правильный ответ. Вот. Мы с ним созвонились. Я ему, ну, я брейншторм делал, позвонил своему другу, а у меня друг очень олимпиадчик, он такой вот, Маргарита. Я ему говорю, давай, нужно решать. Он мне его решил. Я ему говорю, вот так-то, вот так. Он говорит, все, классно, мне нравится твоя коммуникация, мне нравится твой вайп. Давай, с менеджером пообщайся. Я с менеджером пообщался. Менеджер мне задавал такие вопросы. Ну, там вообще тяжелые были вопросы. А менеджер там тоже технар. Мы с ним пообщались. Ну, он говорит, все, окей. И на следующий день я получил офиг. Круто. Но у тебя до этого собеседования было много проваливаний? Много, много, много. Достаточно, достаточно. Ты размещался в LinkedIn, Dice, там, во всех мамойках? Везде, везде. LinkedIn, Dice, что еще у нас там есть? Монстр. Монстр. Ну, все, что видел, я там просто выкладывал. И у меня даже был момент такой, что я в резюме указывал. Где-то указывал два года, где-то три года, где-то пять лет. Я уже в конце запутался, где что я указывал. Потом взял, удалил все, одно резюме сделал, закинул. Но вот офиг, когда я вот получил, я в этот момент получил еще второй офиг одновременно. Я получил два офига. А по деньгам они были одинаковые? Нет, по деньгам. Вот то первое место, где я работал, когда я еще офиг получил где-то, не знаю, в марте месяце, там была, ну, одна сумма. Да, я не буду говорить. Одна сумма. Потом, когда я получил вот эти два офига, они, оба офига были намного выше, чем я получил в первом. Но плюс к этому, у третьего офига был еще выше. Ну, я и не думаю, я сразу как-то этот согласился. Но, хотя, вот второе вот собеседование, которое у меня было, ну, второе офига, где я получил, там на самом деле, вот там немного стрессовое. Там прям очень было. Там я с первого один на один со фронтенщиком общался. Он мне давал задачи. Задачи были разные. У меня даже была задача, где надо написать debounce. Этот debounce, я, мне повезло, я обычно, я там, не знаю, в YouTube где-то нашел задачи для интервью. Я его выписал. И он мне дает в этот же день задачи под debounce. И оно мне как раз лежало рядом с клавиатурой. Я смотрел и писал. Я думаю, блин, как хорошо, что я его выписал. Написал задачу. Потом мы с ним много разговаривали про React, про все вот эти... Мы общались. Ну, на тот момент я думаю, что я хорошо знал React. Я и классовые компоненты знал, и функциональные, и хуки, и все, что нужно. Мы общались то, как про вот этот, как называется, life cycle методы. Ну, все, что связано с React. И потом у меня был второй тур, там уже я общался с пятью людьми. Их было пять, я был один. Это было, по-моему, один product manager, два или три фронтендера, и один бэкендер, что ли, вот что-то такое. Ну, вот там я, конечно, немного попотел, но я тоже, ну, как бы, я справился, они мне дали offer. И они мне сами сказали, типа, сколько ты ожидал из заплаты, и я сказал, сумма. Они такие, да, хорошо. Я думаю, я тогда подумал, что я помелочился. Слишком быстро. Да, 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 я думаю, блин, сейчас слишком быстро ничего. Вот. Ну, то есть ты сейчас работаешь в той компании, в которой ты первый взял offer, но там меньше по деньгам, чем в двух... Нет, 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 я взял... Нет, там вообще, я там проработал два месяца. Там, там, это самый первый мой offer, я проработал там два месяца. Там, я даже могу сказать, что это компания, которая занимается аукционом машин, она считается самым большой independent car auction вообще по Америке, насколько я знаю. Типа Carvana? САА, по-моему. Типа Copart. Копарт. Нет, у нее другая. Ну, ладно, ладно, не знаю. Да, 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 и там получилось так, что я им сказал, что у меня React, я им вообще свой текст-текст рассказал, они все такие, все классно. Говорит, ну, у нас, говорит, Angular. И я про себя думаю. Я говорю, ну, ребята, типа, я Angular не знаю. Ну, говорю, они говорят, ой, ну, что, говорит, там, у меня получается там фронтендер, который там, был только один фронтендер, он вообще с этого, по-моему, с Великобританией, что ли, вот, откуда там. И он говорит, а, ничего, типа, поднатаскаешься. Ну, для меня это были, наверное, вообще, очень, мне было очень тяжело. Вообще, очень-очень тяжело было. Еще это было, я работал в офисе, там еще такая ситуация была, то, что там есть, не знаю, может, кому-то знакомо или незнакомо, есть такое, как, по-моему, называется RXJS, по-моему. Это, это вообще, да, реактивный, это вообще труба какая-то, я с тобой абсолютно согласен, этот RXJS, его там, не выпурить за один вечер, это очень своеобразно. Да, он все заходит в один пайплайн, второй, третий, пятый, там, связи, и я, я побыл там два месяца, мне все советовали, типа, ой, пока новую работу, ну, не найдешь, лучше не уходи, ищи, и работай, а я не мог так, потому что я просто, я себя чувствовал каким-то ничтожеством, не знаю, мне было, ну, мне морально было тяжело, мне было, ну, не знаю, я себя чувствовал useless, вот, реально. И я два месяца поработаю, я сказал, ребята, блин, сори, так-то так, для меня это немного еще тяжело. Как раз-таки это была позиция junior front-end developer, вот. Они на это вообще адекватны, типа, все, без проблем, блин, ты точно уверен, ты еще можешь остаться там вообще без проблем, возможно, у нас будут проекты на реакте, там, то, все. Возможно, у нас будут проекты, ну, примерно никогда. Через года два, да, 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 и там у них еще был Legacy Code, Legacy Code это вообще труба, это Vanilla.js, там, по-моему, что-то такое было, я уже не помню. И этот, и я как-то, и я все ушел. И потом, а, вот, после этого мне заняло буквально полтора месяца, я еще получил два, в общем, за полтора месяца. Потом, ну, я не знаю, мне кажется, я на тот момент уже так натаскался по этим интервью, я с ними, я с ними вообще общался, вот, как будто, вот, мой кент, это. Я с ними вообще так легко общался, не нервничал, не волновался. Мне кажется, это очень, ну, влияет. Ну, потому что ты уже перебоялся на первых интервью. Да, да, да. Ты уже понял, что ты что-то знаешь, умеешь, и это уже на твоей стороне была вот эта уверенность, и поэтому они тоже понимают, что ты не, ну, это не твое первое интервью, там, второе, десятое. Да, поэтому, кто у нас сейчас начинает проходить интервью как можно раньше, чтобы, даже если не получите интервью, да, то что ты можешь добавить про это? Как у тебя было? Я, да, я вам хотел добавить, кстати, по поводу интервью. В один момент мне показалось, что я так мало прохожу интервью, что я начал специально подаваться в компании, ну, казахстанские, российские. Мне просто хотелось, ну, посмотреть, как у них проводят интервью, или как у нас проводят интервью, не знаю, как уж сказать. И этот, ну, побольше всяких разных вопросов, задач, я просто хотел понимать все, не знаю. И мне кажется, да, то есть, чем больше вы проходите, тем больше вы себя прокачиваете. Да, начинайте проходить как можно раньше, чтобы даже если вы не найдете работу вначале, то хотя бы вы получите как можно больше вопросов, вы их обработаете. И очень важно это эмоционально, вы успокоитесь и будете себя чувствовать увереннее. И еще очень важно, пожалуйста, все, вот то, что есть, я до сих пор иногда захожу на JavaScript Practice, JavaScript, что еще там. Мне кажется, это вообще, это супер находка, супер вещь, которая вот здесь, ну, дает, знаете, вот быстро посмотреть, что есть, там, как-то освежить свою память. Так что, да, побольше смотрите всякие вот JavaScript, потому что многие порой упарываются в React, хотя есть там вещи, которые ты, ну, какие-то, не знаю, промиссы, допустим, какие-то, не знаю, которые ты должен вообще в JavaScript понимать, что это такое. Ну, да, 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 это типичные JavaScript вопросы на первом месте, чем... Да, да, да. Да, все верно. Так, спрашивают, расскажи про нынешнюю работу, что требуется, какие были первые месяцы? У меня, получается, удаленка, первые, наверное, три недели я вообще ничего не делал, мне сильно повезло, я считаю, мне, получается, дали этот проект, сказали, ну, нас вызовет, типа, поиграйся, посмотри, что, как, если есть вопросы, поспрашивай. Я помню, старший этот фронтендер мне дал там какую-то компоненту, говорит, вот здесь ты можешь поиграться, там, если что-то будет непонятно. Здесь у нас классовые компоненты, нету хуков, вообще нет такого, так что, если будет время, тоже посмотрите, чтобы понимать, как это все работает. До сих пор вы пишете на классах? Да, 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 до сих пор. Ну, я считаю, я так думаю, что мы делаем так, почему, потому что вот этот старший фронтендерщик, он, мне кажется, в принципе, особо не этот, да, он старовер, он особо, как бы, с хуками, он все это знает, он все это прекрасно понимает, ну, говорит, типа, ему нравится так, он говорит, да я особо разницы не вижу, говорит, как-то так, и... Ну, он, он пипец опытный, он знающий, получается, у нас вебсокеты, у нас, у нас, так, ряд, вебсокеты, все, у нас нету какого-то там state management, у нас ничего такого нету, у нас не TypeScript, обычный JavaScript, вот. Ну, да, первые, наверное, три недели я просто накамливался с проектом, я просто, мне еще повезло, я просил, я всегда спрашивал, у вас реакт какой, типа, вы на классах пишете или на чем, мне просто интересно, потому что какие-то вопросы я задавал, и когда мне сказали, что они пишут на классах, я до того, как получить оффер, я уже начал делать to-do list на классах, чтобы примерно понимать, как это работает. сделал to-do list на классах, и примерно понял, ну, окей, да, какой-то, да, ничего сложного нету, там, нужно просто привыкнуть, наверное, а так, в принципе, ничего сложного нету, вот, не знаю, я ответил на вопрос, я уже забыл, какой был вопрос, но... Это не собеседование, здесь можно забыть вопрос. Так, ну, в общем, команда хорошая, ты доволен именно человеческим? Да, команда крутая, все классно, вот буквально неделю назад я узнал, что я останусь один фонтанщик, я вообще не понимал, у меня не укладывается это в голове, как это все происходит, но думаю, ладно. Старшего уволят, что ли? Не, у него, у него, вообще, я сейчас понимаю, компания хочет, чтобы все уже потихоньку начали уходить в офис. В офис далеко от тебя? Да, там есть три головных, один там в Нью-Йорке, один в Нью-Джерси, один там в Норск-Каролайне. Кстати, да, я ищу что на контракте, я не фулл-тайм, у меня контракт, и вот контрактников просят, чтобы, ну, не сейчас, там, в ближайшем будущем, там, через полгода уже начали выходить в офис. А вот этот вот наш старший фонтанщик, он не просто фонтанщик, он архитектор всего приложения. И я так, я лично, я так думаю, он человек очень свободолюбивый, я смотрю иногда, его по два-три часа нету за компом, у него отсутствует, потом придет, и он мне всегда говорит, а, не парься, а, не парься. Такое, ну, с такими очень легко работать, то есть, не знаю, но, когда бы не было, что есть, когда что-то серьезное происходит, допустим, какие-то изменения у нас происходят, он мне всегда говорит, так, Дамир, смотри, я здесь изменил, у нас вот так-то вот так, я такой, а, все, окей. Ну, мне кажется, никто из них не думает, что я джуниор, они все думают, что я, возможно, я сеньор, потому что, потому что они ко мне относятся к сеньорам, я не знаю, почему. А подожди, а у тебя что, ну, в должности написано джуниор? Не, у меня не написано джуниор, у меня не написано ни сеньор, мне помнят, у меня просто написано как UI-девелокер. Прекрасно, ну, это, это хорошо, потому что, когда ты будешь делать следующую, ну, когда, я, просто, естественный ход вещей, когда ты будешь просто переходить из одной компании в другую, то, сама пометка, там, типа, джуниор, она, ничего хорошего не несет в себе, поэтому ты не джуниор. Да, кстати, я вот проходил, у меня было часовое интервью, вот, в Казахстане, я, кстати, там получил оффер тоже, в Казахстане, там, я даже могу сказать, сколько мне сказали, 3 тысячи долларов в месяц, вот, я удивился, я был очень удивлен. Для Казахстана это много? Я думаю, это достаточно хорошие деньги, это чистыми на руку, вот, я думаю, что это достаточно очень хорошие деньги. И там у меня было часовое, нет, полтора часа было интервью, у меня полтора часа было интервью, там. На русском, на казахском? Нет, на русском, на русском языке, парнишка, он с Украиной, мы с ним созвонились, и он, мы, он меня спросил вообще, кем я, он сказал, а ты вообще как, типа, джуниор, мидл, я ему сразу сказал, ну, я себя считаю больше как мидл, чем джуниор, но, я говорю, ну, сейчас, типа, по интервью, ну, все будет ясно. И он мне сказал, что ты мигал, не знаю. Хорошо. Хорошо. Спрашивают еще. Спрашивают Вера. Все, что было на собеседованиях, ты проходил в школе и на проекте, или ты дополнительно еще сам занимался? Не, я дополнительно сам занимался, да, я дополнительно занимался, я, я, я на школе, ну, я вообще благодарен школе именно за базу, которую я получил, вот, за TypeScript я очень сильно благодарен, потому что я потом начал больше за весь Сан-Реакт, за все эти, там, Канбаны, за все, что мы, ну, это, знаете, вот, очень такой, этот. Я дальше на проект, кстати, не оставался, потому что у меня на тот момент были и какие-то финансовые моменты у меня были, и я как раз, я дропал свою учебу, и потом, да, я сам очень сильно, ну, YouTube, я не знаю, много всего я смотрел, и, да. Ну, и со школы, я думаю, что я получил огромное количество. Да, на проекте ты, конечно, много ничего не сделал, жаль. Кстати, проект я одним, одним глазиком видел, ну, блин, я так посмотрел, было очень интересно, я такой, блин, классно. Если, если очень хочется, ты можешь вернуться, у нас есть возвращенцы, через год, кто приходит просто попрактиковаться всяким новым штукам, мы сейчас активно используем GraphQL. Понял. Если интересен GraphQL, добро пожаловать. Так, спрашивают, как, background check, ты, ты указывал наш проект, да? Да, да, ваш проект, да. Да, да, то есть кто спрашивает вот про background check, то... Ну, вот, вот тебе звонили, я там все расписал, что к чему, и, да. Да, мы помогали делать background check. Андрей спрашивает еще, Дамир, изучал ли что-то дополнительно сверх программы курса? Ну, вот, Дамир уже ответил. Так, что это за веселье ко мне пришло. И еще спрашивает, какие апы посоветуешь практиковать, которые могут пригодиться на собеседовании? Кроме туду-листа. Вот здесь я на самом деле, да, я посоветую... Смотрите. Я очень много всякого написал. Вам не обязательно, я считаю, что не обязательно писать какой-то проект от нуля, там, и чтобы от А до Я, да, чтобы полностью закончено. Я вот, допустим, сейчас есть там прекрасная вещь, да, допустим, Redux Toolkit. Вот Redux Toolkit вы можете просто взять, найти какую-то айпишку, которая есть в свободном доступе. Если, может быть, там на проекте есть какая-то айпишка, я не знаю. И, допустим, сделать там так. Сделал запрос, там, именно все это, допустим, Redux Toolkit, или Redux Toolkit Query, допустим. Ну, это что-то новое для себя. Стянул, отобразил, показал, мог нажать на них, чтобы магнитом какие-то... Чтобы ты мог... Чтобы какой-то редирект был. Также очень важно уметь, я думаю, делать фильтрацию. Вот, допустим, тебе дают список людей. Тебе нужно написать, там, в инпуте, там, как раз-таки вот The Balance. Вот, если кому-то интересно, можете потом посмотреть. Можете, там, вы начинаете делать тайпинг, ну, начинаете печатать. И, там, соответственно, вам выводятся вот эти вот люди, да, то, что вы, кого вы написали, имя того человека. Такие вот базовые вещи. Но, допустим, сейчас я на работе очень много работаю с таблицами. Да, вот эти вот... Хотя я до этого нигде особо не работал с таблицами. Там, не знаю, вот Table, там, T-Head, T-Body, вот TR, TD, что, как, вот эти всякие теги, да, возможно. Ну, я думаю, что если один раз вы напишите, то уже как-то память эта отложится. Так, что еще? Да, насчет фильтрации, там, у меня много спрашивают. У меня даже в Amazon, в Amazon у меня было такое, что, типа, типа, вот у нас есть много айтемов, сделайте фильтрацию по этим айтемам. Кстати, тем, кто будет в проекте, то мы как раз используем и дебаунс в формах, и таблицы. Просто мы сейчас много с таблицами тоже работаем. Но это классика. Да, 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 да. Да, это, кстати, да. Ну, насчет вот, вот, туду-листа, да, вообще, не зря говорят, потому что, если, типа, ты туду-лист хорошо понимаешь, вот, не так, что ты посмотрел и можешь повторить это написать, а вот можешь никуда не смотреть, и не по памяти, а вот именно осознавая, что ты пишешь, тогда, ну, туду-лист, это, в принципе, это и есть реакт. Ну, конечно, опять же, есть туду-лист какой, мы про какой туду-лист говорим, мы говорим про обычный туду-лист, да, там, где буквально несколько функций, либо мы говорим про туду-лист, где ты можешь эти таски стягивать, как сайпишки, да, ты стянул, можешь сам даже туду-лист стянуть, там, создание нового туду-листа, как какой-то сущности. В принципе, знание туду-листа, он очень сильно помогает. Секунду отправил только что малышей. Да, то есть, в туду-листе есть много всего того, что нужно, списки, те же формочки, тот же дебаунс можно использовать, также можно интегрироваться с сервером. Ты с бэкэндом как-то работаешь или только фронтэнд? Еще раз, я, сори, я упустил. Как? Блин, тут что-то не слышно стало, подожди. Ты меня слышишь? Да, да, я слышу, я говорю, я отрекся немного. Так. А сейчас ты меня слышишь? Я слышу, слышу. Меня слышно? Произошло. Может, меня не слышно? Нет, это у меня. Это у меня. Все нормально, все нормально, все, все, есть, есть контакт. Пересконтакт. Да, хорошо. Так, еще спрашивают. Ребята, вы можете писать вопросы, если кто-то хочет, вы можете, у нас есть с вами ровно 10 минут, и как раз за эти 10 минут вы можете спросить, если кто-то хочет, вы можете спросить голосом. Ребята? Да, скажите еще парочку предложений. Вот, ту-ду лист какой-то, самый основной для понимания вообще всего. Титрация, дебаунс и что-нибудь еще. Да, 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 на связи, на связи. Так, что-нибудь еще. Ну, смотрите, есть, получается, если вы зайдете в гугле, напишите React Assessments, выйдут много заданий. Задания именно связаны с React. И там есть всякие мини-приложения. Я сейчас прям сходу не вспомню ничего. Крестики-нолики. Да, да, какие-нибудь там крестики-нолики. Вот, допустим, было задание от Aviasales. Я делал задание Aviasales. Там, то есть, нужно было стянуть. Приложение дешевых авиабилетов. Да, да, да. Реклама. Такое-то, жду, жду. И ты тоже, и ты тоже тоже. Да, 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 да. Просто у Aviasales я нашел этот, они вот на GitHub'е выложили. Нет, они выложили там какое-то задание. Да, у них какое-то API есть. И этот, я написал, блин, вообще там четко. Там, потом мне писал приложение такое, ну, как, не знаю, там приложение такое, там, получается, твоя карточка. Как ты вводишь там какую-то сумму денег, как вот эти вот звездочки, вот эти все вот, когда скрывается, не скрывается, вот все такое. Ну, блин, тот же самый канбан, который вы там на проекте пишете, мне кажется, тоже очень классный проект. Канбан, крестики-нолики. И еще, еще для тех, кто хочет, кто хочет именно про такие задания, я рекомендую делать сервер с аутентификацией. Да, кстати, да, да. Сервер с аутентификацией с подключением к базе данных, к любой, это может быть Mongo, это может быть MySQL. И сделайте, вот я делал в качестве демо проекта, это магазин, онлайн-магазин с созданием аккаунта, с редактированием каталога, с редактированием товаров, с загрузкой картинок, с поиском, тоже с этим дебалансом, с корзиной, с покупкой. Причем оказалось, что это не очень сложно, но он не настолько сложный, как может показаться, если вот так ограничить само здание. Там, вот когда вы сделаете просто обычный небольшой, когда вы сделаете небольшой онлайн-магазин, то все станет настолько, настолько просто и понятно. Рекомендую, просто рекомендую. Да, вот по поводу вот всей вот этой вот авторизации, да, вот это там, в принципе, там у нас три этапа. Это регистрация, это логин и это логаут. И всю логику, ну, тоже важно понимать, как это все работает, да. Окей, ты зашел сюда, а если ты не залогинен, тогда тебя должно там редиректить сюда. Если ты там нажал логаут, тебя должно перенести обратно сюда. Ну, вот такие вот. Вот тоже, мне кажется, еще важно, когда вы... Мне, кстати, в этом было такое в Амазоне. Тоже там была какая-то работа с IP-шкой, ну, задание какая-то. Я там стянул, что-то сделал, и он меня спросил в конце, что еще можно сюда добавить. И я такой думаю, блин, точно, я забыл там указать процесс лоудинга, да. То есть пока мы стягиваем, у нас идет пендинг, да, пошел промисс, у нас там начинается крутиться спиннер. Мы стянули, получили, спиннер остановился, да, показали, может, какой-то месседж, или там, что там, допустим, прошла логинизация какая-то, там, показали месседж, или не показали месседж, обрабатываем ошибки, да, допустим, там, кетч-ошибок каких-то. Я не знаю, может, я говорю какие-то сложные вещи, но... Ну вот. А скажи, пожалуйста, алгоритм, алгоритм спрашивали на собеседовании? Так, алгоритм на собеседовании. По-моему, в одном из заданий, ой, в одном из собеседований меня спрашивали, там было что-то, типа, какой-то bubble sword, по-моему, что-то типа такого, или merge sword, вот что-то, да, было такое. Но я думаю, что такие задания больше спрашивают, наверное, больше в таких больших tech-компаниях. А, было у меня одно задание, это вообще было какое-то, это было одно из первых моих заданий, это вообще атас какой-то. Мне сказали написать шахматы. Я такой, шахматы, какие шахматы? То есть, прямо, чтобы сделать бор, черно-белый. Он говорит, ну, можешь полегче сделать, 8 на 8. Ну, вот, такое задание. Как они и так 8 на 8? Ну, или там, я не знаю, может, 4 на 4, он сказал. Это я уже... Давайте упростим 1 на 1. Да, 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 да. Давайте вообще упростим, уберем это задание. Да, до свидания. Давайте упростим, до свидания. Да, да, я пошел. Но у меня... Кстати, я начал писать, и он мне сказал, что so far, ты лучший среди всех кандидатов, которые у меня были, который написал что-то. А чтобы вы понимали, я нарисовал просто квадратики. И он мне сказал, что ты лучший so far. Я такой, окей. Ну да. Он просто тебя, наверное, хотел запугать этим заданием, чтобы не... Возьмешься ли ты вообще за такое или нет. Ну, я просто тоже думал... Когда сказал, типа, сделайте шахматы, я подумал, ну, давайте хотя бы доску нарисуем, а дальше уже посмотрим. А дальше уже и время закончилось. Я просто... Я просто про себя... Да, да, я разноцветный. Там что, на белую, по-моему, сделал. Но там еще проблема, мне кажется, была в том, что я... Во-первых, я в шахматы так особо и не играю. Я знаю, что как ходит, но я не знаю, как это вообще работает. Я говорю, можешь шашки? Он говорит, ну, можешь шашки? Я просто думаю, от этого легче не стало. А лучше всего вообще пятнашки написывать, да и все. Да, кстати, вот пятнашки тоже вам в копилочку. Мы тоже делаем пятнашки со студентами. Вот Юля, которая спрашивала. Можно вопрос? Давай. Привет, Дамир. У меня такой вопрос. Мы сейчас на локал-кодинге, на этапе изучения синтакса языка JavaScript. Ну, все эти методы, циклы и так далее. После этого мы будем изучать HTML, CSS, производить верстку сайта, потом перейдем на React и научимся, я так понимаю, работать с базовым данным, сервер свой поднимать на Node.js. И вот, если вот сейчас проанализировать, какое все, больше всего, по процентному соотношению времени и усилий было потрачено на что? Вот, как сказать, я немножко запутался. Я понял, я понял. Я думаю, я понял. Синтаксис языка, верстка, либо вообще в целом изучение React? Если бы мне бы, вот я всем своим знакомым, кто вообще хочет заниматься программированием, я, как говорю, CSS и HTML, но HTML, наверное, самое меньше всего времени, наверное, куда бы я потратил бы свое время. CSS чуть побольше, но CSS это такая вещь, которая, в принципе, вы потом наверстаете. то есть это не так, что прямо сейчас мне нужно все понимать, ой, я не могу сделать там квадратик и там, не знаю, с черным цветом. Ну, это со временем придет. Куда бы я, наверное, уделил бы больше всего времени, это вот JavaScript и React. Ну, не знаю, по очевидным причинам, наверное. Но вот CSS, я бы до сих пор не сказал бы, что я там хорош в CSS, я много гуглю, смотрю. Возможно, поэтому я и говорю, что я был удивлен, но мне кажется, очень важно понимать фундамент самого JavaScript. В JavaScript есть такая вещь, которая называется, блин, вот эти вот call-стэки, микро-таски, макро-таски, и как они попадают в цикл, да, event loop, да. Event loop. Да, то есть, такие вещи, они вроде бы, ну, это не совсем прям база, но, ну, понимать, допустим, как я и говорил, да, допустим, промисы, да, вот такие вещи, там, такую, ну, нужно понимать. React, он сам по себе легкий. у React-то что? React-то, это, это, сам по себе, это просто компоненты. То есть, одна компонента и пропсы. Компоненты, пропсы, родительская, это, это, и потом, ну, понимать, что нужно, как они передают данные, там, то, что можно сверху вниз передавать, можно еще и снизу-сверху через там колбек передавать. Нужно понимать, как работают хуки. Вы не будете пользоваться всеми хуками, ну, там, допустим, там 4-5 основных хуков, да, как происходит оптимизация, да, вот страницы, как она, как, что, когда грузится, да, допустим, если у вас класса компонента вы используете, там, допустим, там, есть компонент big mount, ага, когда компонента маунтится, происходит вот это, потом происходит вот это, потом происходит вот это. То есть, ну, ну, и, конечно, как бы не стоит зацикливаться на то, что, ой, я не понимаю, все, я дальше не пойду, пока не пойму. Вы, может, не понимаете сейчас, вы можете потратить день, не понять, хорошо, двигаемся дальше, изучили там, допустим, use state, посмотрели, дальше идем, идем, так, так, вернусь назад, посмотрю вот это еще раз, как это работает. Не поняли, продолжаем дальше, ну, мне кажется, в конечном итоге, все равно вот это вот, как это сказать, количество перейдет в качество. В голове, наверное, щелкнет что-то, вот у меня, ну, у меня бывает такое, что я, допустим, вот не понимал, там, месяц назад, вот, я не сдавался, я тут что-то делал, 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 и потом я уже понимаю, как это работает. Классно. Я думаю, что это многим, многим поможет, и многим, многих вдохновит. Я еще раз напомню, мы только что, этот час мы общались, общаемся, уже общались, можно сказать, потому что мы закругляемся. С нами был Дамир, Дамир учился на фронт-энд, попал к нам, не знаю, случайным, счастливым обстоятельством, и через 10 месяцев, может, посчитали, через 10 месяцев после начала учебы получил свой первый оффер, потом 2 месяца поработал в этой компании, уволился, нашел еще 2 оффера, и, собственно, ты там тогда взял больше денег, да, когда ты перешел? Да, 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 да. Больше денег было. Ладно, скажи, сколько в первой компании ты заработал? Сколько первой? Мы как бы их... Первой компанией, по-моему, платили в районе 80 тысяч в год. 80 тысяч, да, хорошо. Хорошо. Ребята, к нам сейчас просто подключается сюда еще, у нас тут идут митинги вообще нон-стоп, мы сейчас как сделаем? Мы сейчас все поблагодарим Дамира, можете писать сейчас спасибо. Всем спасибо. Можете писать. Подожди, 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 не отключайся. Пишите в час все. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо тебе большое. Мы видео опубликуем на YouTube. Кто сейчас нам подключается уже следующий на занятия, то мы сейчас этот митинг закончим, а вы еще раз подключайтесь, мы будем продолжать. у нас будет сегодня еще пятый урок для QA-щиков. Я провожу открытые уроки, чтобы объяснить будущим QA-щикам, что из себя представляет вообще IT-тестирование. Кстати, у вас в компании есть QA-щики? У нас есть QA, да, у нас есть, у нас, по-моему, у нас одна QA, да, у нас было две, потом, нет, нет, только одна была, да, просто они потом поменялись, одна перешла на другой проект. Но это, мои такие вот допустимые слова, просто не сдавайтесь, вот и все, это, наверное, самое лучшее. Спасибо, Дамир. Да, все. Всем удачи, ребят, всем удачи. Дамир, тебе пишут Рахмет, что это значит? Рахмет, ну, спасибо. На казахском языке Рахмет, спасибо. Отлично, ребят. Спасибо, спасибо Дамиру, всем, кто был с нами, спасибо, вдохновляйтесь. Кто хочет учиться, добро пожаловать, начинайте, мы чем сможем, поможем. Если будут вопросы, пишите их в комментариях, потому что мы это публикуем в видео на YouTube, обязательно поставьте лайки, там все как нужно. Колокольчики. Пальцы вверх, колокольчики, сердечки, авиасейлс, бесплатная реклама, свяжитесь со мной. Все, ребят, а мы увидимся, сейчас мы этот митинг заканчиваем и подключайтесь по этой же ссылке, мы там будем продолжать для КВ-щика. Спасибо тебе большое за митинг. Спасибо. 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 Ага. Продолжение следует...